Наличие тяжелых металлов в воде, воздухе, почве и продуктах питания. Новое оборудование позволяет ЮГАСЭД-Потребнадзору проводить необходимые исследования. Контроль за соблюдением правил хранения огнестрельного оружия. Управление охраны общественного порядка проводит рейдовые мероприятия. Представители разных поколений поделились впечатлениями. В детской библиотеке прошел круглый стол люди Артека. Президент Алан Гаглоев провел совещание по вопросам проведения 22-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южной Осетия и Российской Федерацией, которая пройдет в Цхинвале 17 ноября. В повестку входят вопросы предоставления в 2023 году финансовой помощи Российской Федерации Южной Осетии в целях ее социально-экономического развития, в том числе на реализацию соглашений, заключенных в рамках развития договора о союзничестве и интеграции государственной программы социально-экономической развития Республики Южной Осетия на 2022-2025 годы, плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Республики Южная Осетия, предыдущих инвест-программ, а также таможенного взаимодействия двух стран. Предыдущее заседание комиссии прошло в Москве 8 февраля текущего года. Исследование тяжелых металлов в воде, почве, воздухе и продуктах питания является актуальной темой, отметила во время встречи с журналистами главный санитарный врач Республики Марина Кочева. На сегодняшний день у сотрудников лаборатории есть возможность проводить эти анализы. Благодаря проводимым изысканиям будет контролироваться состояние окружающей среды и здоровье людей, подчеркнула врач. Тему продолжит Стелла Бястрова. Наличие количественных составов тяжелых металлов в воде, воздухе, почве и продуктах питания благодаря новому оборудованию наименований лабораторных исследований в Юго-Ситпотребнадзоре увеличилось. Несколько месяцев у сотрудников лаборатории есть возможность проводить актуальные в сегодняшних реалиях анализы. Сегодня эта проблема актуальна, помимо нашего функционала, она актуальна во всем мире. Мы, источниками тяжелых металлов и у нас есть в Республике, это, конечно же, источные воды, это и выхлопные газы. Вполне возможно, что, не то что вполне возможно, а необходимо и мониторинг тех продуктов, которые завозятся из других республик нам за пределами республики. Новая техника позволяет более детально изучить качество воды, в том числе и питьевой. Периодические исследования выявили, что паразитологические и вирусологические показатели воды в Республике соответствуют норме. На сегодняшний день они соответствуют по вирусологии, паразитологии, но я думаю, что полноценно мы уже эту работу по всем параметрам будем проводить в 2024 году. В этом году в лаборатории Юго-Сельпотребнадзора также начали делать исследования клещей на различные инфекции. Ранее в Республике не было возможности диагностики укуса насекомых, и гражданам приходилось выезжать за пределы страны. Главный санитарный врач рассказала и об эпидемиологической ситуации. По ее словам, она стабильная и не превышает порога нормальных показателей. Вирусные заболевания носят всего лишь сезонный характер. Между тем, случаи коронавирусной инфекции в Республике продолжают фиксироваться. Как я уже сказала, превалируют к республике, но ковид никуда не ушел. Из 1522 исследований у нас выявлено 205 случаев. Это за все вот эти 10 месяцев, ну и вот начало ноября. Впервые за долгое время в Республике были зафиксированы случаи заболевания Коклюшем. Одной из главных причин его появления Кочева назвала низкий уровень вакцинации. Призвала граждан более ответственно относиться к данному вопросу. Здесь может быть причиной еще является то, что три года мы были заняты ковидом. Но я очень рассчитываю, что Министерство здравоохранения возьмется за данный вопрос должным образом. И все-таки охват будет высокий. Марина Кочи во входе брифинга рассказала и о правах потребителей. В продовольственных магазинах часто фиксируются нарушения, связанные в основном с отсутствием ценников и наименованием продаваемого товара, что по закону недопустимо. По словам Кочева, нередко встречаются и случаи неуважительного отношения со стороны продавцов к покупателям. В таких случаях Кочева призывает обращаться в Юго-Сидпотребнадзор и писать заявление, так как без официальной жалобы у сотрудников нет права проводить соответствующие проверки. Стелла Вязарова, Олимпе Тейв, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Контроль за соблюдением правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в республике ведется регулярно. Сотрудники Управления охраны общественного порядка совместно с участковыми, уполномоченными милицией УВД города Цхинвал проводят рейдовые мероприятия. Иногда во время обхода выявляются различные нарушения и принимаются меры по их устранению. Подробности далее. Сегодня в микрорайоне Московский и Северный сотрудники Управления охраны общественного порядка совместно с участковыми, уполномоченными милицией УВД города Цхинвал проверили условия хранения зарегистрированного и наградного огнестрельного оружия. В ходе проверки правоохранители обращали внимание на наличие запирающих на ключ металлических сейфов, проверяли достоверность документов, представляющих право на владение оружием. В ходе проверки правоохранительных милицией УВД города Цхинвал, «Проверку условий хранения огнестрельного оружия участковые и полномоченные милиции проводят регулярно. Владелец огнестрельного оружия обязан по месту жительства иметь за пирами на ключ сейф или металлический шкаф, обеспечивающий сохранность оружия и патронов. Ключи от сейфа должны быть только у владельца. Кроме него, никто из членов семьи не должен иметь доступ к ним. Все эти меры правоохранители принимают для исключения возможности кражи оружия, его использования, не по назначению, а также во избежание несчастных случаев. Наиболее частыми нарушениями являются просроченные разрешения на оружие. Осуществляется постоянный контроль соблюдения гражданами правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. За этот год проверено более 170 владельцев оружия. Иногда во время профилактических мероприятий выявляются различные нарушения и принимаются меры по устранению, вплоть до изъятия оружия и аннулирования лицензии. Такие проверки участковыми инспекторами проводятся и в районах республики. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Арсейн Гассиев. Информационный выпуск сегодня. В Цхенвальском многопрофильном колледже началась профориентационная работа. Следуя специальной программе, учащиеся школ будут ознакомлены с возможностями колледжа и учебным процессом. Сегодня в ходе беседы с преподавателями ребята из третьей школы и их родители получили подробную информацию о специализациях и перспективах обучения. Елена Газаева продолжит тему. Многопрофильный колледж запустил профориентационную работу для учащихся школ республики. Следуя специальной программе, подготовленной руководством учреждения, поэтапно ученикам разных школ будут проводиться ознакомительные экскурсии. Будущих абитуриентов знакомят с возможностями колледжа, учебным процессом. Сегодня там побывали учащиеся третьей школы вместе с родителями и учителями. Будете самостоятельно уметь работать на различных программах и отпадет необходимость обращаться к специалистам за элементарными вещами, написанием курсовых работ и вообще пользование компьютером. Наши ребята здесь будут учиться один год, они на базе 11 класса. И уже, несмотря на то, что работают всего лишь два месяца, ну почти три, да, они уже, можно сказать, очень сильно продвинулись. Участники экскурсии погрузились в атмосферу учебного процесса. Посетили основные производственные цеха, смогли увидеть учебные материалы, оборудование, применяемые в процессе занятий. В ходе беседы с преподавателями колледжа школьники и их родители получили подробную информацию о специальностях и перспективах обучения. В этом современном мире вторая специальность, помимо высшего, обязательно у человека должна быть. В многопрофильном колледже функционирует 14 отделений. Сегодня мы пригласили сюда учащихся школы номер 3. Ребята посмотрели, как здесь студенты учатся, чем они занимаются. По-моему, здесь сегодня родители очень довольные, насколько я вот разговариваю с ними. И одновременно здесь бесплатный обед для студентов. Дипломы здесь, эти дипломы кодируются и по Российской Федерации, у них юридическая основа. И после этих дипломов они также могут получить высшее образование. В республике ощущается острая нехватка профессиональных кадров. А рабочие профессии всегда актуальны и необходимы. Об этом не раз заявлял и глава государства. Важно, чтобы после окончания учебы мы могли трудоустроить молодых специалистов. Сегодня не только школьники, но и родители смогли получить более полное представление о будущих образовательных возможностях своих детей. Каждый ребенок заинтересовался, была очень большая заинтересованность в их глазах. И очень приятно, конечно, видеть такой интерес, потому что каждая профессия, она значима, нужна. Я очень надеюсь, что вот ребята у меня сегодня загорелись. Ну, не у каждого бывает возможность заканчивать высшее учебное заведение. Сегодня привезли сюда на экскурсию, которая очень сильно мне понравилась, потому что нам показали очень много профессий, которые так сильно нас не интересовали, но сегодня прям очень интересно было. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто это организовал, и мы в дальнейшем обязательно выберем какую-нибудь профессию. Ребята активно участвовали в процессе профориентации и стремились получить максимум информации. Задавали вопросы, которые позволили специалистам колледжа детально рассказать об особенностях каждой дисциплины. Специально здесь приобретают электромонтажника. Что в него входит? Это вот монтаж, допустим, осветительных электроповодов, извините, монтаж всего оборудования, которое необходимо для того, чтобы сделать дом красивый, уютный. А это делается без света, ничего не бывает. Поэтому вот включаем и звонок. Опять-таки профессиональный подход. Это все делается благодаря нашим ученикам. В свою очередь, родители проявили не меньший интерес к профориентационному мероприятию. Они также получили полезную информацию о предлагаемых образовательных программах и карьерных возможностях для своих детей. Это позволит родителям принимать обоснованные решения относительно выбора будущей профессии ребенка. Сегодня мы побывали на экскурсии. Здесь очень много интересных профессий. Детям тоже было очень интересно. И надеюсь, в будущем они выберут что-то из этих профессий и будут работать. Директор колледжа Гундажвоева отметила, что профориентационная работа только набирает обороты. В конце месяца они пригласят учеников районных школ. 27 числа мы приглашаем районы нашей республики, приглашаем учащихся с родителями, так как родитель влияет на своего ребенка. Родитель, который увидит своими глазами, чему учат в этом колледже учащихся, уже будет говорить со своим ребенком. И все-таки будут они выбирать какую-то профессию. И огромная просьба к населению, взрослому, чтобы приходили к нам в гости. Каждый день мы рады будем здесь встречать любого человека, кто хочет поинтересоваться, чему здесь учат студентов. Профориентационная работа важна в привлечении внимания потенциальных студентов. Общение с детьми в подобном формате дает им возможность обозначить приоритеты при выборе профессии. Лена Газаева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. В Санкт-Петербурге открылся форум объединенных культур. Это девятый международный культурный форум после трехлетнего перерыва в новом формате. Программа состоит из девяти тематических блоков. Направление театр возглавляет министр культуры России Ольга Любимова. Она открыла первую дискуссию, посвященную сотрудничеству театров и объединению мировых культур, где принимают участие представители более 70 стран. Среди них и делегация из нашей республики во главе с министром культуры Радой Дзагоевой. На полях форума министр культуры Южной Осетии Рада Дзагоева и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы. Министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Республики Южная Осетия на 2024-2026 годы. Продолжение темы культуры. В этом году в 15-й Ассамблее Русского мира состоялась премьера фильма «Диалог». В картине подчеркнута важность диалога на евразийском пространстве, в то время как определенные силы пытаются нивелировать ценность русской культуры. Отмечается необходимость взаимодействия между народами. Показы прошли во многих странах в переводе на родной язык. Яна Плеева подробнее. На 15-й Ассамблее Русского мира создалась премьера фильма «Диалог». Картину сняли после 17-го медиафорума «Диалог культур». Он прошел в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. В Международном медиафоруме «Диалог культур» принимают участие около сотни журналистов из 15 стран мира, в их числе и Южная Осетия. Экскурсии, мастер-классы, поездки и круглые столы – цель всех заявленных мероприятий и знакомства с разными культурами. Талантливые и креативные акулы и пера делятся опытом и демонстрируют свои журналистские работы. Уже 16 лет форум является одной из крупнейших площадок в России. Ежегодно на нем встречаются молодые журналисты из разных стран. Понимание среды другого человека, понимание его контекста для того, чтобы вместе мы могли что-то создавать. У всех нас очень разный бэкграунд, и на самом деле понимание каких-то тонкостей, оно облегчает коммуникацию и в работе, и в творчестве, где угодно. Диалог культур – это пересечение, я бы сказал, пересечение людей, пересечение их интересов. Это создание общего культурного кода. То есть, несмотря на то, что у нас есть абсолютно разные культуры, мы находим что-то общее среди них, пытаемся это объединить, пытаемся это показать другим, чтобы они вели диалог. По сюжету фильма директор государственного эрмитажа Академии Грант Михаил Петровский проводит встречу с представителями разных национальностей, конфессий и культур, в том числе и с новым поколением журналистов страны Евразии – Армения, Сербия, Казахстан, Беларусь, Южная Осетия, Россия. Они обсуждают важность диалога на евразийском пространстве, в то время как политические силы пытаются отменить русскую культуру и саму ценность музеев. Михаил Петровский в интервью отметил важность взаимодействия. Когда нет диалога, начинаются войны памяти. Поэтому надо говорить, говорить, слушать и слышать друг друга, сказал Петровский. Диалог и культуру противостоят войны памяти. И сейчас действительно все кинулись в войны памяти, все ищут кто кого обидел, а не то, как вместе были. Во всей истории всегда можно найти и как кто кого обидел, и как, несмотря на это, жили вместе. Его надо продолжать любым способом. Стараться продолжать. Надо, как говорится, говорить, надо говорить, 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 даже не будучи уверен, что у тебя там обязательно каждое слово твое услышат. В конце фильма авторы ставят не точку, а многоточие, ведь диалог не должен прекращаться, и продолжение следует. Фильм переведен на киргизский, узбекский, таджикский и армянский языки. В ноябре премьеры состоялись в Абхазии, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Южной Осетии. Показы прошли на национальных языках. Яна Плева, Оксана Таттаева, информационный выпуск «Сегодня». 15 югостинских ребят в этом году имели возможность провести время во всероссийском лагере «Артек». Они стали лауреатами международного отборочного конкурса. Своими впечатлениями от пребывания в лагере ребята поделились на мероприятия в детской библиотеке. Круглый стол собрал разные поколения цхенвальцев, отдыхавших в разные годы в «Артеке». Эльвира Тибилова продолжит. В детской библиотеке прошел круглый стол под названием «Люди Артека», «Артек сегодня», «Артек вчера». Участниками встречи стали артековцы, в разные годы отдыхавшие в известном детском лагере. Этим летом во всероссийском лагере побывали 15 югостинских детей. Они стали лауреатами международного отборочного конкурса, организованного русским домом в Схенвале. Директор библиотеки Алла Джоева выразила благодарность русскому дому за неизменную поддержку. Благодаря русскому дому и Россотрудничеству наши дети поехали не один, не два, а 15 человек, которые победили в конкурсе. Старшеклассники рассказали об истории создания Артека в Дальше. В Далеком 1925 году. Во время пребывания Южной Осетии в составе Грузинской ССР на долю югостинских представителей выпадало мало путевок. Впервые югостинские школьники и студенты побывали в Артеке в 1950 году. Отличники учебы и активисты школ. Об артековских буднях рассказал поэт, прозаик, дипломат, политик Александр Пухаев. Я был представителем общообластных пионерских дружин, за что меня послали. Это у меня было 5 лычек, я принимал слеты пионеров области. Наша тогда область была 3 месяца. Мы там учили, жили, ваяли. 57-й год. Там был один Артек. Там был один Артек. Никаких там других лагерей не было. Он был как раз рядом у подножия Саюдак. Там был Олимпийский стадион. Амфитеатр такой на море. Единственный был. В общем, тогда Артек был один. Поэтому что-либо рассказывать о других лагерях я не имею права и не знаю. Наряду с другими детскими лагерями всесоюзного масштаба, таких как Орленок и Океан, в Артеке встречались представители всех наций. Дети из Китая, Индии, европейских и африканских государств, Южной и Северной Америки. Представители старшего поколения артековцев находились в лагере и в качестве вожатых. И работала по комсомольской путевке три года. Два года комсомольская путевка. Потом нам дали там постоянную прописку. Работала в Амазной. Я не мечтала никогда попасть в Артек. Конечно, я слышала про эту сказку для детей. Но что мне придется поработать, посчастливиться поработать в всесоюзном пионерском лагере Артек. Я совсем не мечтала и сознаю света. И вдруг мне в райкоме комсомола предложили такое заманчивое предложение. Мне пришлось поехать в Артек. Представители двух поколений артековцев исполнили традиционный артековский танец дружбы. Все вместе спели гимн Артека. Руководитель русского дома в Цхиньвале Сергей Комиссаров выступил с инициативой создания общественного движения артековцев, основополагающую роль в котором будет играть молодежь. Он также предложил принять участие представителей Югостинской молодежи в Международном молодежном фестивале, который пройдет в следующем году в Сочи. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы с теми, с кем вы подружились в Артеке, не только с детьми из России или из стран СНГ, но и действительно с теми детьми, которые приезжали и не знали языка и учили, поддерживайте с ними активную связь. Вы знаете, что в следующем году, в марте, в Сочи, на территории Сириуса будет проходить всемирный молодежный фестиваль. От республики мы ждем, что будет не менее 100 делегатов, а то может быть 120 или 150, если разрешат. И это не единственный фестиваль. Будете распространять это на более младшие поколения, на младшие классы, продвигать. И в этом отношении и нам будет проще. Россотрудничество традиционно поддерживает все эти инициативы и старается всячески помогать в вопросах интеграции, обмена опытом, знакомства с Россией. Целая государственная программа действует, молодое поколение, новое поколение. Организаторами мероприятия выступили детская библиотека и русский дом в Схейнвале. Эльвира Тибилова, Арсень Гассив, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. 19 ноября в Санкт-Петербурге сильнейшие юные боксеры будут бороться за Кубок России. Это традиционные соревнования, которые носят имя Николая Никифорова-Денисова, значимые фигуры советского и российского бокса. Эти соревнования считаются одними из главных, так как медали турнира откроют для юных спортсменов путь в сборную команду России. В них примут участие спортсмены из разных регионов Российской Федерации, а также представители из ближнего зарубежья, в их числе и воспитанник школы бокса Южной Осетии. В этот раз республику на состязаниях будет представлять подопечный тренера Родиона Кумаритова Александр Тибилов. Боксер будет выступать в возрастной категории 16-17 лет. По словам тренера, спортсмен старательно готовился к предстоящим соревнованиям. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.